Сказано и сказано не раз. Оперативник уголовного розыска это не профессия, это образ мысли. Невозможно поймать преступника, если не знаешь его психологию, его привычки и связи. Постоянно думать о деле – вот признак настоящего профи. И таких в отделе уголовного розыска Межмуниципального управления МВД России Одинцовская подавляющее большинство. В этот день хочу пожелать, чтобы все сотрудники уголовного розыска всегда возвращались домой после работы. Работа опасная, сложная и всегда на грани риска. Мы не знаем их лиц. Снимать оперативников запрещено. Но видим результаты их ежедневной, зачастую смертельно опасной работы. За 8 месяцев 2017 года уголовным розыском раскрыто 439 преступлений. Более половины из них тяжкие и особо тяжкие. Убийства, разбойные нападения, грабежи, изнасилования. Выявлено 396 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. И 38 фактов незаконного обращения оружием. Разыскан 31 человек, находившийся в федеральном розыске. Отличительная черта оперативной работы – обязательная преемственность. Среди оперов нет ближе тех, кто передавал и принимал агентуру. Хотя проблемы с поколением Пепси признают и в УГРО. Профессия сыщика, на самом деле, насколько сложна, настолько же она и интересна, и многогранна. Молодые сотрудники, приходя на службу в уголовный розыск, бывают вдохновлены работой своих старших коллег. Учатся опыту, который передается из поколения в поколение. Мы не забываем всегда о ветеранах нашей службы. Опыт наших старших коллег, ветеранов уголовного розыска, передается из поколения в поколение. Мы очень гордимся теми сотрудниками, которые проходили службу в нашем подразделении. Всегда поддерживаем с ними связь, общаемся. Стараемся молодых коллег воодушевить их опытом, который был получен на этой сложной работе. В 2017 году отдел уголовного розыска каждый месяц раскрывает более 50 серьезных преступлений. Среди них есть и по-настоящему резонансные. О некоторых сегодня уже можно рассказывать. Февраль. Задержаны налетчики из банды, ограбившие частное домовладение в Солослово и похитившие 700 тысяч рублей. Март. Задержан мужчина, ограбивший на крупную сумму офис сотового оператора и трое грабителей, напавших на водителя во дворе его собственного дома на Можайском шоссе. Апрель. Задержаны трое местных жителей в возрасте от 26 до 29 лет, подозреваемые в совершении серии грабежей и разбойных нападений, в том числе на таксистов. За всеми этими рабочими моментами стоит кропотливая работа, бессонные ночи и большой риск. Но настоящий оперативник уголовного розыска человек азартный, получающий от охоты на преступника удовольствие. Я сам в уголовном розыске, работал уже 20 лет. И 99-я годовщина, это, конечно же, я думаю, что для тех сотрудников, которые не менее 10 лет проработали, что значимо. А на следующий год мы будем праздновать столетие образования службы уголовного розыска. Я думаю, мы должны подойти к этой годовщине и с результативными показателями. До 100-летнего юбилея операм работать еще целый год. Загадывать в наше время так далеко просто не принято. Тем более у сотрудников уголовного розыска. Здесь принято отвечать «прорвемся», даже если кажется, что завтра будет хуже, чем вчера. Поздравляю вас с праздником. Желаю, чтобы вы были настоящими операми, настоящими мужиками. От всей души искренне хотелось бы поздравить ветеранов уголовного розыска с этим замечательным праздником. Пожелать им крепкого здоровья и удачи во всем. Хочется поздравить также действующих сотрудников уголовного розыска и их семьи с этим праздником. Хотел бы поздравить с наступающей годовщиной дня уголовного розыска. Поздравить наших ветеранов, действующих сотрудников уголовного розыска. В первую очередь пожелать всем здоровья крепкого, благополучия, счастья, успехов. Ну а сотрудникам действующим, конечно же, в первую очередь удачи, наступательности, результатов. Петр Горохов, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.